Время делать историю 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 Что я могу сказать? Наверное, по моему сорванному голосу все понятно. Много эмоций, много борьбы. Мы оставили наши сердца на площадке, и это главная причина нашей победы. Можно сказать, что это чисто наша упорная работа, которую мы провели. Мы посмотрели просто тонну видео, просто неисчислямое количество. Посмотрели, как стоит воротарь, как бегут в нападение, что делают тот же Симонет, Ричардсон. Изучили каждого игрока досконально, и благодаря этому мы знали, кто что будет делать, и завершили игру с таким счетом. Хочу поздравить команду соперника с победой. Сегодня прошел отличный матч. Матч, действительно соответствующий статусу Лиги Чемпионов. С высоким темпом, с высоким накалом игры. Брест заслужил победу. Они были лучше, чем мы сегодня вечером. Мы проделали серьезную работу в рамках подготовки к этому матчу. Считаю, мы подошли более свежими к игре. В этом и было наше преимущество. В отличие от французского чемпионата, Белорусская лига слабее, и, возможно, поэтому наша физическая готовность оказалась выше. Считаю, что мы придерживались активной игры, пытались играть с позицией силы, постоянная ротация игроков, плюс поддержание высокой интенсивности на всем протяжении игры. Считаю, задумка получилась, и это стало залогом успеха. Организацию и атмосферу Брестского матча оценил и главный голос ЕГФ ТВ. Я знал, что матч в Бресте будет особым событием. Арена здесь небольшая по размеру, но атмосфера просто невероятная. 3700 зрителей делают эту арену огненной, а контакт игроков со зрителями просто великолепен. Результат говорит многое о команде БГК и ее уровне. Они в состоянии побеждать действующего обладателя титула Лиги Чемпионов. Думаю, что Брестская команда еще не раз удивит в нынешнем сезоне. Ну и, конечно же, мы попросили Криса произнести все вышесказанное, как если бы оно звучало в прямом эфире ЕГФ ТВ. После двух туров вместе с Вардером возглавляем турнирную гонку в группе A. Но уже в среду очередная жесткая сеча. Выездной матч против немецкого Райан Левин. Продолжаем творить историю.